Привет! Наверное, любой человек, узнавший, сколько тратит денег голливудский актер Джонни Депп, посчитал бы его как минимум расточительным сумасшедшим. Со стороны кажется, что всеми любимый Джек Фарапей решил скупить весь мир. Давайте поподробнее разберемся на нескольких примерах безумных покупок, сколько тратит актер на свои нужды, и приведет ли это его к банкротству. К примеру, можно взять покупку острова Литтл Холлспон Кей в Атлантическом океане за 3 миллиона 600 тысяч долларов. Размер этого острова равен 13 футбольным полям. Он его купил специально для того, чтобы побыть в полном одиночестве и уединенно понырять с трубкой. Этот остров напоминает жилище Робинсона Круза, он необитаем и покрыт дикой растительностью. Но с финансовой точки зрения этот остров не приносит актеру никакой выгоды. А совсем недавно Депп приобрел остров Страгилла, что в Греции, и находится в юго-восточной части Эгейского моря. Он был куплен за 4 миллиона 200 тысяч долларов. Депп рассчитывал, что этот остров, так же как и предыдущий, даст актеру полные уединенности от окружающего мира. Но по греческим законам все пляжи этого острова являются общественными. И теперь греки, как и отдыхающие туристы, считают это место одной из самых излюбленных, именно только потому, что этот остров купил сам Джонни Депп. Кроме того, у Деппа около 70 дорогущих гитар, с которыми он иногда выступает и исполняет песни. Также в коллекции актера 200 полотен различных известных художников. А еще имеются личные вещи Мерлин Монро и Марлона Брандо. Все покупки раритетов оцениваются миллионами долларов. Но, видимо, Джонни сразу забывает о потраченных суммах, отвлекаясь на новый объект вожделения. Стоит упомянуть, что Джонни Депп большой любитель изысканного вина и готов тратить на этот благородный напиток несколько десятков тысяч долларов в неделю. Еще актер потратился на приличную сумму для развеивания праха своего друга, писателя Хантера Томпсона, которого Депп сыграл в фильме «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. Писатель завещал, чтобы его прах развеяли выстрелом из пушки, стоящего во дворе его дома. И Депп выполнил последнюю волю Томпсона, установив пушку выше статуи свободы. Выстрел из этой самой пушки закончился грандиозным фейерверком. Не это удовольствие обошлось Деппу в 3 миллиона долларов. Что же касается недвижимости актера, то, наверное, проще о ней узнать от его адвокатов и агентов, заключающих договора покупок. Сам актер навряд ли вспомнит, сколько домов его собственности. Известно, что по всему миру разбросано 14 особняков, на которые актер потратил примерно 75 миллионов долларов США. Самый большой дом актера, в котором он сейчас живет, находится в самом центре Лос-Анджелеса. Это эффектное здание с невероятной архитектурной красотой. Внутри расположен бассейн, множество спален и другие блага цивилизации, которые можно приобрести за невероятные деньги. Как-то давно Джонни Депп приобрел 47-метровую яхту. И он ее очень любил. Он частенько катался на ней вместе со своей бывшей женой Ванессой Паради и детьми. Эта яхта актеру обошлась в 18 миллионов долларов. А в период, когда эта яхта ему принадлежала, Депп вложил в нее еще около десятка миллионов долларов. Но позже у Деппа появилась новая спутница жизни Эмбер, и она настоятельно затребовала, чтобы Депп продал ее. И он продал. И эта яхта, как говорится, пошла по рукам. Позже ее выкупила у нового владельца, писательница Джоанн Роулик. Она потратила около 22 миллионов долларов США. Но позже, по неясным причинам, она продала ее за 17 миллионов долларов. Джонни Депп актер с невероятным талантом, харизмой и обаянием. Я думаю, что его будут приглашать на съемки еще долгое время. И он будет получать за это огромные гонорары. Но не пополнит ли он однажды ряды звезд, которые оказались банкротами? О них мы поговорим в одном из следующих видео. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока. Продолжение следует...